Добрый день! Вы смотрите Итоги дня. С вами Дарья Сударева. Что произошло в Ульяновской области 2 февраля? Расскажем далее. Смотрите сегодня в выпуске. Снизили преступность. Ульяновская полиция подвела итоги работы за 2023 год. Вход по пропускам и камеры. Как ульяновские школы защищают от терактов. Лучшие гимнастки приехали в Ульяновск на первенство клубов России. Глазами туриста. Телевидение Башкортостана снимает передачу о достопримечательностях Ульяновской области. В Управлении МВД России по Ульяновской области провели расширенное заседание коллегии. Руководство ведомства и региона подвели итоги деятельности органов внутренних дел за год минувший. О ключевых моментах в нашем материале. Обеспечили безопасность ульяновцев и способствовали пресечению правонарушений. Ульяновские полицейские отчитались о своей работе за прошлый год и озвучили статистику. Согласно данным, которые привели в УМВД, в нашем регионе на 29% снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах. А на улицах на 40%. На 37% сократилось количество грабежей. На 11% число разбойных нападений. Статистика показывает, что в 2020 году, по сравнению с предыдущим годом, улучшился целый ряд важных показателей, политизующих вашу работу. Согласно рейтингу, который по итогам 2020 года составил специалисты Российского информагентства новостей по должной присутности Ульяновской области на 9-е место среди всех регионов Российской Федерации и 1-е место в руководстве. Таким образом, в прошлом году в Ульяновской области произошло 11,5 тысяч правонарушений, что на 5% меньше, чем годом ранее. А на каждые 10 тысяч жителей пришлось 98 преступлений. Была пресечена деятельность 114 участников организованных преступных групп и расследовано 202 факта их противозаконной деятельности. Раскрыто 296 преступных посягательств прошлых лет, в том числе 65 тяжких и особо тяжких. Активно вели работу по противодействию оборота наркотиков. Из незаконного оборота изъято более 60 килограммов наркотических средств. Перекрыто 11 каналов поставок на территорию Ульяновской области. Кроме того, совместно с органами исполнительной власти выявлено ликвидировано 1 094 очага произрастания наркотиков, содержащих растений. На общей площади более 40-90 тысяч параметров метров. Пресечена деятельность 6 притонов, организованных предотвращением запрещенных средств. Данные притоны были выявлены в городах Ильяновки и Катентрограды. Что касается миграции, то было возбуждено 86 уголовных дел по факту фиктивной регистрации граждан Российской Федерации и постановки на учет иностранного гражданина. А 70 человек были депортированы за пределы страны. На итоговой коллегии также наградили отличившихся сотрудников и подразделения. Лучшими территориальными отделами внутренних дел в своих группах признаны ОМВД России по Заволжскому району и ОМВД России по Целенинскому. В Ульяновске осудили 38-летнего местного жителя, участника межрегиональной преступной группы. Она организовала каналы поставок синтетических наркотиков на территорию Ульяновской области из регионов Центральной России. При транспортировке очередной особо крупной партии наркотических средств мужчину задержали с поличным. По результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий из незаконного оборота изъято наркотическое средство «Мефедрон» общей массой около 3 кг. Это приравнивается к 30 тысячам разовых доз. На основании результатов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом ФСБ возбуждено и расследовано уголовное дело о совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Приговором Корсунского районного суда Ульяновской области фигурант признан виновным. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В Ульяновской области продолжает действовать программа антитеррористической защищенности школ. С 2023 по 2025 годы во всех региональных заведениях общего образования пройдет модернизация систем безопасности. Частично работы уже завершены. В обновленной средней школе номер 53 побывала наша съемочная группа. Внимание! Проверка оборудования. Все оставаться на своих местах. Теперь учащиеся средней школы номер 53 и их родители уверены, что посторонних в школу не пустят. В декабре 2023 года по программе антитеррористической защищенности в учебном заведении установили металлодетектор с системой входа по пропускам. Все сотрудники и учащиеся школы проходят через рамку металлодетектора, затем по уличным карточкам проходят через турникет. У нас имеется два ручных металлодетектора. 8.00, когда начинается первый урок, двери в школу закрываются, и войти в школу можно только, используя кнопку звонка. Также в школе дополнительно установили 32 камеры, кнопку тревожной сигнализации и ограждение. Всего за прошедший год оборудование общей стоимостью около 42 миллионов рублей получили 62 ульяновские школы. В этом году модернизация систем безопасности пройдет более масштабно. Эта программа продолжается. Будет уже выделено, уже выделено вернее, порядка 150 миллионов рублей. На эти средства будут оборудованы данными системами порядка 209 образовательных организаций. Программа по антитеррористической защищенности в Ульяновской области рассчитана на три года. До 2025 года на организацию безопасности в образовательных учреждениях региона будет выделено 370 миллионов рублей. Юлия Руднева, Герман Баранов, Уллправда.ТВ Для жителей любого города местные красоты, улочки и достопримечательности часто становятся обыденными. Но стоит приехать в гости в любую точку мира, как начинаешь разглядывать и восхищаться. В Ульяновском заинтересовалась съемочная группа из Башкортостана. С гостями, автором проекта и главным редактором телевидения, познакомилась Виктория Черкова. В городе мы уже не первый раз и снимали здесь, и в частности внутри этого музея уже работали, поэтому не будем повторяться, тем более, что впереди нас ждет много других интересных объектов. Угодно? Наши коллеги, гости из Башкортостана, снимают проект о городе на семи ветрах. Съемочная группа телеканала «Глазами туриста» собирает материал о самых интересных туристических объектах Ульяновской области. Это и музей-заповедник Родина Ленина, и геопарк Ундория, и наша широкая Волга с двумя мостами. Съемочная группа уже успела прокатиться на упряжке с Хаски в Ладном Стане, и скоро отправится в зоопарк «Русские забавы». Телепрограмма «За порогом» на протяжении 13 лет радует зрителей интересными передачами из разных уголков земного шара. Мы все так же базируемся в ВФЕ, и основная задача нашего телеканала – знакомить телезрителя с путешествиями. Вся тематика, судя из названия, у нас связана с путешествиями, в том числе и программа передачи, которую мы здесь снимаем за порогом. Ульяновская сфера туризма заинтересовала автора программы и его руководителей на выставке «Достижения в Москве». Так сложилось, что руководство канала на выставке познакомилось с представителями вашего туристко-информационного центра, нашли какие-то взаимные точки соприкосновения, нас пригласили, мы с удовольствием приехали, с удовольствием приедем еще раз. Съемочную группу приняли радушно, делегацию поселили в отеле «Рэдисон». Также коллеги успели побывать в местных кафе в ресторанном центре города на улице Федерации. На этой неделе они отправятся в Уфу, где смонтируют программу и покажут зрителям симбирские красоты. 2 февраля отмечается День воинской славы России, день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Одна из крупнейших в Великой Отечественной войне, она длилась 17 июля 42-го и закончилась лишь в феврале 43-го. В Ульяновской области почтили память героев участников битвы. Пятничное утро в Ульяновске началось с минуты молчания. На торжественном митинге, посвященном 81-й годовщине победы в Сталинградской битве, прошла церемония возложения цветов. Сражение продлилось более полугода и вошло в историю как переломный момент Великой Отечественной войне. Конечно, освобождение Сталинграда – это особый день. Не всякого сомнения, это для каждого россиянина переломный момент в нашей истории, когда был надломлен хребет, казалось бы, непобедимым фашистской Германии, и наши войска пошли на выступление. У Вечного огня собрались политики, общественники, сотрудники правоохранительных органов, представители духовенства и неравнодушные граждане. Победа в Сталинградской битве – знаковое событие для нашей страны и региона. В боях против захватчиков участвовали тысячи ульяновцев. Без героизма наших предков не было бы сейчас той страны, где мы живем. Наш священный долг – помнить память о наших земляках-героях, и не только помнить, но и передавать эту святую память нашим детям, внукам и всем, кто после нас еще будет жить на этой земле. Митинг традиционно прошел на площади 30-летия Победы. Кирилл Савосин, Герман Баранов, Управда ТВ. В Ульяновске стартовали всероссийские соревнования по художественной гимнастике – первенство клубов России «Спортивная страна». Более тысячи гимнасток из 30 регионов страны будут бороться за медали. На соревнованиях побывала наша съемочная группа. Яркие костюмы, зрелищные номера, завораживающие элементы. Соревнования по художественной гимнастике – это всегда красиво и интересно. В первенстве клубов России, проходящем в Ульяновске, принимают участие лучшие гимнастки спортклубов страны, прошедшие отбор в своих регионах. Амина Ярулина и Амина Усманова приехали с командой из Казани. В подобных соревнованиях девочки участвуют уже не впервые. В этот раз гимнастки заняли первое место. Сегодня очень хорошо получились обручи, но, конечно, есть над чем работать всегда. И мы очень рады, что мы занялись сегодня первое место. Просто надо верить в себя и трудиться на тренировках. Возраст участниц – от 6 до 18 лет. Гимнастки выступают как с индивидуальной программой, так и групповой. В своих номерах спортсменки используют обруч, ленту и булавы. Выступления оценивают судьи и всероссийской категории. Оценка зависит от сложности упражнения и чистоты исполнения. Уровень гимнасток в этом году значительно превышает уровень предыдущих соревнований. Количество гимнасток, прошедших отбор в своих регионах, очень вырос. Соревнования получаются серьезные, яркие, насыщенные. Все дети в прекрасной спортивной форме. Победит сильнейший. Стоит отметить, первенство клубов России начало формироваться именно в Ульяновске и проводится в нашем городе уже второй раз. С приветственным словом на открытии соревнований выступил министр физической культуры и спорта Ульяновской области Николай Скобелин. Приятно видеть большое количество участников, воспитанниц нашего города. Уверен, что основание пройдет на прекрасном уровне. А девочки покажут свои лучшие результаты. Ну а мы с вами получим несомненно позитивные эмоции. Первенство продлится до 3 февраля. За медали поборются более тысячи спортсменок из 30 субъектов Российской Федерации. Лучших гимнасток отберут сборную команды Ассоциации клубов России для выступлений на чемпионате страны. Кирилл Савочин, Сергей Кудаков, Управда ТВ. 3 февраля в Ульяновской области ожидается пасмурная погода. Местами пройдет снег. Температура днем составит минус 3 градуса. Ветер западный до 10 метров в секунду. Давление 735 миллиметров ртутного столба. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18, 30, 20, 30, 23, 00, а также на нашем сайте. До свидания. Регистрируйтесь в проекте «Всей семьей» и выполняйте простые задания. Выкладывайте фото в соцсети, участвуйте в розыгрыше и получайте призы. Подробности на всейсемьей.рф Все самое важное в жизни в наших руках. Исполнить детскую мечту. Обрести новые знания. Почувствовать вдохновение. Построить карьеру. Воплотить задуманное. Создать семью. Подарить жизнь. Передать традиции. Сохранить память о прошлом. И покорить новые вершины. В наших руках выбрать свое будущее. И будущее всей страны. Вместе мы сила. Голосуем за Россию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова